Аминь. Халлелуйя. Поэтому Ему сотрудники сильные нужны, простары сильные нужны, прославляющие сильные нужны, нужны все сильные христиане, и Бог, Он ни другой никакой задачи не озадачен, как только вытащить тебя из бессилия, из беспомощности, из поражения и сделать тебя сильным. Уверуй в эту истину. Скажи, Бог желает сделать меня сильной личностью, и хотя я так долго сопротивлялся сегодняшнего дня, я не буду сопротивляться. Господь, добивайся во мне своей цели, сделай из меня сильного лидера, сильную личность, победителя во имя Иисуса Христа. Аминь. Быть сильным или слабым, это не наше родословное, это не генетика, это акт воли. Если ты хочешь быть сильным, ты станешь сильным. Если не хочешь, никто не заставит тебя. Если человек нищий, это его выбор. Если человек слабый, это его выбор. Если человек плетется в хвосте, это его желание. Аминь. Если ты сегодня сильная личность, опять же, это твой выбор. Аминь. Все зависит от нашего желания. Все зависит от нашего мышления. И все зависит от нашей цели. Есть большая цель. У тебя есть большая судьба. Маленькая цель. Маленькая судьба. Нет цели. Это пропащая жизнь. Аминь. Откроем судей 6 глава 12 стих. И вилсия ему ангел господи. И сказал ему. У сачи ему. Господь с тобой, муж сильный. Гидиона сказал ему. Гидиона с ним сачи. Господин мой. Я си господи с нами. Я кунгс ир мумс. Отчего пастигла нас все это. Капец татни лаимы ир мумс. Где чудеса его, о которых рассказывали нам отцы нашим. Говоря из Египта, выбил нас господи. Кунгс извед мусу на Египта. Ныне оставил нас господи. И придал нас в руки Мадьян не тяну. Господь возрев на него сказал. Иди. С этой силой твоей. И спаси Израиля от руки Мадьян не тяну. Я посылаю тебя. Гидиона сказал ему. Господи. Как я спасу Израиля. Вот. И племя моё. В колени Манасия. Самая бедная. И я в доме отца. Младший. И сказал ему Господь. Я буду с тобой. И ты поразишь мою дизельцем. Как одного человека. Халлилюя. Неинтересный диалог. Вайна интересный диалог. Господь почтил своим присутствием. Одного парня. Который находился в жутком состоянии. Не только он, но и весь его народ. Представьте. Выгнали их из домов. Выгнали их с их территорий. И они где-то в ущельях. Где-то там в горах. Прячутся от врагов. И издалека. И из-за бугра. Смотрят на свои дома. Смотрят, как их разрушают. И вы знаете, это униженное состояние. Это вообще потрясающая катастрофа. Национальная бедствия. Депортация. Целой нации. И мало ли что они верующие. Говорить о силе в таких условиях. Это очень глупо. Говорить о силе. Когда ты на белом коне. Говорить о силе. Когда ты процветаешь. Когда ты живешь в большом доме. Когда у тебя в гараже стоит такая машина. Когда у тебя в доме все полно. И у тебя есть регулярный доход. И у тебя есть оборот. Ну тогда можно говорить о силе. Но вот, понимаете, здесь совершенно не к месту. По человеческому рассуждению. Пришел Господь. Слава Ему за это. Что Он всегда приходит не вовремя. Халлелюя. Слава Богу, что у Него другие часы. Ее никогда не звонят раньше. Я приду. Разрешите, приступлю порог дома. Он никогда не спрашивает. Он, Господь. Это Его верховное право. Он заходит, открывая ногой дверь. Не спрашивая тебя и меня. Имею право. Прошу любить и жаловать. Я Господь. И вот явился Он, Гердеон. И Он, привет! Он, привет! Мне так нравится Божье приветствие. Понимаешь, Он никогда не говорит. Привет, сопляк! Чего трусишь? Ты чего раскис? Сопля израильская. Да что вы из себя строите? Я так рад, что у Господа есть правильный взгляд на нас самих. Мы можем себя по-другому оценивать. Люди вокруг нас скажут, да что он из себя представляет? Трус несчастный. Но Господь как-то иначе смотрит. Ты понимаешь, что Бог на тебя смотрит иначе? Я могу в тебе ничего не увидеть. Ты во мне можешь ничего не увидеть. В церкви нашей люди могут ничего не увидеть. Но пришел Господь. И в Его приветствии звучит истина. Слово Божье это истина. Я есть не то, что я думаю о себе, что я есть. Я есть то, что Господь думает обо мне, что я есть. Аминь! Я могу делать не то, что я думаю, что я могу делать. Я могу делать то, что Господь думает, что я могу делать. Ты веришь этому или нет? Когда Господь излагает свою точку зрения Пришел к Идиону и говорит Бог с тобой Какой Бог со мной Не правда ли это странно? Если Бог со мной Значит про цветание со мной Значит победа со мной Бог знает, что говорит Бог с тобой Золотая рыбка Аллилуйя Аллилуйя А дальше через запятую Еще более странно Муж сильный Как издевка Как будто какого-то унижение Муж сильный А муж сильный сидит Там выколачивает пшеницу От шороха вздрагивает А как это заяц пробегал А думал там отряд вели стимлян Вооруженных до зубов Хотел любить И Господь приходит У Кунгс отнаг Бог с тобой Муж сильный Спейси Господь, ну не надо Не надо Не надо Не надо Надо, Федя Надо знать правду Нужно познакомиться Кто мы Муж сильный или не сильный Спейси Давайте ответим Кто же я А может быть это самоуверенность Может это гордость Может это маня велития Сильный Да кажи, что ты сильный Но Бог говорит правду Но Бог говорит правду Богу нужны сильные Рисы Он со слабыми не сотрудничает Да он и не призывает Слабые А герои Пусть Господа Во всяком случае Все люди Кого Господь избирает Он всех называет одинаково Муж сильный Аллилуйя Он начал Аспаривать Понимаете Есть разные взгляд вещи И у нас по-человечески Мнения могут разойтись И он так серьезно Отвечает Но если Бог с нами Если Бог с нами Я знаю, что такое Благословение Божие Оно обогащает Печали собой не приносит А у нас не богатство Не радость Печали Вала Он говорит Бог с тобой Где чудеса Молчать Бог с тобой Где процветание Молчать Бог с тобой Я тебя забиваю гвозди Бог со мною Он всегда со мной Он всегда с тобой Он всегда с нами Его имя Эммануил Что значит с нами Бог Во все дни До скончания века И ни на одно мгновение Он не оставляет нас Новое поколение Так закричи ему Аллилуйя Аллилуйя Бог с нами Потому мы Мощные Сильные Мужики Бог с нами Поэтому мы Сильный Пастора Бог с нами Потому мы Сильный народ Бог с нами Поэтому мы Сильная церковь Не потому, что мозги, не потому, что мышцы, не потому, что инвестиции от враждебных Латвий государств, а потому, что инвестиции от царства Павла. Халлелюя! Мы знаем источники нашей силы. Он начал свою родословную перечислять. Вот странная вещь. Мой Манасия. Он вообще бедный. Племя моя самая нища. А я самый слабый. Как Богу противно слушать. Что ты перечисляешь, кем твоя дедушка была? Кем твоя бабушка была? Вообще, кем твоя прабабушка была? Жучка, внучка, бабка, дедка. Да это вообще к делу не относится. Ты понимаешь или нет? Какое колено у тебя было? Левое или правое? Не важно, кем ты был. Важно, кем ты стал. И кем ты являешься на сегодняшний день. Это есть истина. Ты слишком много говоришь о родословном проклятии. Вы знаете, меня, честно говоря, раздражает в последнее время эти умные, философские, религиозные рассуждения. Вы знаете, чуть-чуть уколол. Это родословное проклятие. У бабушки тоже что-то кололо. Ой, у дедушки тоже что-то колло. А у моей прабабушки точно такой же кашель был. Заткнись во имя Иисуса Христа. И хватит тебе говорить о проклятии. Начинай говорить о благословении. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты понимаешь или нет? Хватит проклятия! Хватит проклятия! Давай благословение! Дод святимец! Новое поколение! Даешь благословение! Дод святимец! Даешь просветание! Дод славкому! Даешь победу! Дод озвариум! Даешь пробуждение! Амин! Амин! Угомонись пожалуйста. И хватит перечислять. Вот еще помолитесь о меня. Вот бесы прям охотные. От печенки к желудку. В левом углу там вот сидет вот желудочный бесенок. И гастрит появился уже. Гастритный бес там сидит. Слушай, у тебя в мозгах не в порядке все. Тебе дух святой живет. Ну хватит то бесов! Ну хватит то болячка! Так давайте о главном! Где-то там Иисус должен еще быть между прочим. Где-то там вообще-то Иисус должен быть, а? Ты его как-то не обнаруживаешь там? Тут у тебя одни квартиранты, тараканы, проклятие, болезни, хондрозы, циститы, маститы. Господи, а где же Иисус? А как-то? Не знаю, посмотреть надо! Где он там? Господи, а сам фалата не заметили? Какой ты профессор стал? По практической демонологии. А может лучше переквалифицироваться? И стать профессором по духу святому. Аминь! Аминь! Мы можем сейчас любому сказать. О! Видишь? Головой делать. Ясно. Ясно. Представьте, если Господь с нами так разговаривал. Да мы повесили с долгого. Если он каждую болячку через увеличительность текло. О, брат мой! Это ясно наследие Адама. Но, дорогие мои, на Голгофе закончилось наше наследие Адама. И мы во Христе новое твое! Древнее все ушло! А теперь все новое! Еще раз! Древнее все прошло! А теперь все новое! Еще раз! Громче! Еще раз! Еще раз! Еще раз! Еще раз! Древнее все прошло! А теперь все новое! Древнее все прошло! Аллилуйя! Аминь! 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 Я новая тварь! Это я, у нас рады! Аминь! Смотри на меня, новая тварь! Так уже хочется встряхнуться, а? Слишком много книг по проклятию! Слишком много инструкций для вылавливания тараканов! В конце концов, давайте же жить, как новые твари! Слушай, тварь, давай жить по-новому! Согласна! Скажи соседней твари! Ты новая тварь! Ты новая тварь! Живи по-новому! Аллилуйя! 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 Бетон начал перечислять! Он, конечно, хорошо в свое родосмотре Рабил monaster. Смотри! Ныне оставил нас Господь и придал нас руки м dólares Господь, воззрев на него! Господь воззрев, оно какое-то очень динамично! там такой знаешь когда кто-то я раздражаю ты всегда зришь на него воззрев на него поскольку ангелу дана только ограниченная власть поэтому он едва воздержался чтобы по мозгам не вдарить этому мужу божьему он его убеждает что он снили он говорит оставил меня Господь говорит Бог с тобой нет безумие столько говорит что нет Бога он бы хотел просто мозги вправить есть Бог нет Бога не оставил Бог оставил меня Бог не оставил воззрел только просто воззрел это зрение такое вот воззрение сразу прозрение начинает знаешь иногда взгляд такой хуже слова но тебя никогда так не смотрели Господь посмотрит от нас от одного взгляда горы будут двигаться и он воззрел на него и что же он сказал он говорит сквозь зуба шипел иди 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 куда ты посылаешь меня нас всегда куда ты посылаешь дарги дарги вчера нас дьявол куда ты посылаешь сегодня Бог нас посылает слава Богу в разные адреса халл халл вот иди эй с этой силой твоей спаси Израиль от руки мы один не тянь я посылаю тебе но как трудно уверовать мы так свято верим что мы ничего не можем что за нас еще неделю надо молиться что нас еще промаливать надо что три раза в кабинет еще пойти надо и пять раз еще пройти через душевые я не знаю еще что тебе надо а Господи говорит хватит замолили тебя промолили тебя иди вот с этой силой которая у тебя есть вот иди спасай он из главы кого вот Израиль спасай вот Израил главы свою семью спасай свою церковь спасай страну свою спасай я ты ту тебе речь идет аминь вы посмотрите как сопротивляется человек нам гораздо легче верить в негативное нам гораздо легче быть больным каким то слабым Бог столько сил тратит что убедит нас что у тебя есть сила у меня нет сил есть сила нет силы есть сила бог осталось не осталось не осталось если бог остался ты бы ты бы давно бы ноги против тебя уже ничего бы не осталось тебя бы перестреляли уже 48 раз так то что мы живы это доказывает лишний раз что бог с нами что ты без синяков ходишь это говорит что ты бог с тобой что голова у тебя на плечах это говорит что бог с тобой золотая рыбка так что не не кляни судьбу благодари бога иди и не просто благодари бога иди спаси я спас тебя спаси что смеешь не нравится не патит ты должен править в новой роли. Спаситель. Вникая в себя и в учение. Занимаясь всем постоянно. И вот так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Спаситель. Новая профессия. Не правда ли, не плохо об этом говорить? Что, оказывается, не нас надо всю жизнь спасать, а оказывается, однажды и мы должны стать спасителями, утешителями, благословением. Окружающих людей. Ну сколько можно стонать, а? Ну сколько можно скулить? Ну сколько можно уже просить? Молитесь, молитесь, перезревшие дети. Дорогие мои, пора вставать. Идти и спасать Израиля. Ты здесь? Аминь. Дохлое нет. Ну ничего. Скоро поживем. И Кидион сказал, Господи, как я спасу Израиля. Как я спасу Израиля. Как я спасу Израиля. Вот я, и племя моё, самое бедное. Можно подумать, что если бы у тебя были деньги, ты бы спас Израиля. Все странное мышление, правда? Я и племя бедное. И в этом я не могу спасать. Ты что, деньгами спасаешь? Ты же... Здесь вообще корни нашей авторитеты, корни нашей силы. Они лежат совершенно не в том, что мы имеем в виду. Мы сильны, потому что Бог с вами. Это самое главное. И сказал, Агет, и я в доме от самого младшего. Да благодари Бога, что ты младший. Потому что все старшие, они как-то в пустыне повымирали. Понимаешь? А младшие остались в живых. И благодари Бога. Давид, он был младший, стал царем. Иосиф был младшим, стал вице-президентом в Египте. Я был младшим. Халлелуйя. И слава Богу, что ты младший. На тебе больше надежды у Господа. Кривое дерево уже никто не выровняет. Понимаешь, Саксоул никогда не превратится в кипарис. Так пусть Саксоул и цветет дальше в своей пустыне. А нас, младших, Господь избрал. Ничего не значащих. Чтобы посрамить значащих, у нас есть шанс представлять из себя нечто. Вы здесь или нет? Гидеоны последнего времени. Халлелуйя. Иди и спаси. Трудно нам поверить. Я не хочу дальше читать эту глупу, потому что Гидеон там еще торговался. Кто шерсть сушил, траву мочил, то траву сушил, шерсть мочил, пока его Господь не замочил. Там проверяли, проверяли, испытывали. Ладно, остановимся здесь. Давайте оставим все эти дела замоченные. Останемся здесь. Во всяком случае, этот диалог, он очень актуален на сегодняшний день для каждого из нас. Итак, где-то в нас, кроме болезней, кроме проклятия, кроме контролирующих визнений, кроме всяких заморочек, существует сила. Вот это моя первая мысль. Это там, в неведомых просторах нашей души и нашего сердца кроется перпетуум мобиле, кроется вечный двигатель, неисчерпаемый источник божественной силы. Вот это нужно открыть. Ты должен стать археологом и раскопать это месторождение. Ты должен обнаружить, где-то есть сила. Во всяком случае, где-то есть. Может быть, ты еще не обнаружил. Может быть, а знаете, на верхних слоях всегда битое стекло, какие-то там, знаете, остатки строительные, там каких-нибудь материалов, там какой-то мусор. Ну, на верхних слоях всегда мусор. Сокровище всегда где-то в глубине. Да, ну, докопаться надо. Идем дальше. Идем дальше. где-то внутри нас кроется сила. И давайте, короче, так решим, что кроме проклятия, в конце концов, у нас есть благословение. И кроме наших слабостей и грехов, у нас есть еще и сила, и сам Иисус Христос. Аминь. Есть Иисус. И в конце концов, кроме каких-то родословных бесов, еще есть и великий Дух Святой. Вы верите этому, или нет? Начинай концентрироваться в внимании не в том, что негативно, а в том, что позитивно. Аминь. Я не грешник, я праведник. Я не слабый, я сильный. И Господь хочет нас убедить. Потому что ему нужны сильные люди. Открываем книгу Иисуса Нарк. Мне так нравится, что Господь любит разговаривать с мудрыми людьми и сильными людьми. Давайте читать. С первой главы. По смерти Моисея раба Господня Господь сказал Иисусу сыну Навину служителю Моисея. Моисея раб мой помер. Итак, встань, перейди через Иордан, ты весь народ, в землю, которую я даю с Нарк. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, и так войти в область Божьей философии. Это чрезвычайно сложно. Это чрезвычайно труд. Но это чрезвычайно необходимо. Ибо, если ты не начнешь мыслить, так как мыслит Бог, из тебя ничего доброго не выйдет. Понимаете, когда Бог говорит, Он говорит не к тому, чтобы мы оспаривали, или ревизировали, или анализировали, и извращали, или передеркивали его точку зрения, Он говорит, для того, чтобы мы верили. Но давайте согласимся с этим, что то, что нам предлагают Бог, должно стать нашей точкой зрения. Если Бог говорит, Бог с нами, но слава Богу, если Господь говорит, я эту землю даю вам, но слава Богу, давайте согласимся с этим. Ну давайте не будем гордиться, нет ни нам, мы не той национальности, мы не того роста, мы не того происхождения. Какая разница, Господня земля? Начинаем мыслить, как Бог. И Бог владыка этой земли, а мы его любимые дети. И уж куда Господь захотел, своих детей поселить, вот туда он и поселил. И, дорогие, это не наши амбиции, это его амбиции. Поэтому все жалобы, пожалуйста, вы в высшей инстанции. Амин. Он говорит, я эту землю даю вам. Пусть это станет частью твоего сознания. Вы знаете иногда, часто звучали, кто такие русские? Или там казахи? Или там татары? Едите наш хлеб! Ходите по нашей земле! Вообще, на каких-то языках, только ухода от Волода. Знаете, иногда человек, который не утвержден, в истине Божьей, он действительно чувствуется, как чужаком. Этого добивается дьявол, чтобы тебя и меня, поставить какое-то дискриминированное положение, чтобы ты чувствовал себя каким-то чужаком. Мы не чужаки, мы хозяева этой земли, потому что Бог нам сказал об этом. Закричи халлелуйя! Подтверди эту истину и шара! Скажи, это моя земля! Независимо! От моего происхождения! Это моя земля! Независимо! От моей национальности! Это моя земля! Независимо! От того, где родились мои родители! Мы заберем эту землю! Мы заберем эту землю! Потому что мы сильные! Мы сильные! Бог с нами! Халлелуйя! Халлелуйя! Всякое место, на которое ступят сто премьев ваших, я даю вам! Ты понимаешь, есть самый главный на этой земле! Есть самый главный на этой земле! И поверьте, это не департамент по делам миграции и гражданства! Это не департамент по делам религии! И даже не Верховный Совет и не Сайм! Никто не может это сказать! Кроме того, кто сотворил небо и землю! Никто не мог это сказать! Кроме того, в чьих руках вся власть на небе и на земле! Мы верим великому Богу! И мы не играем здесь дешевый религиозный маскарад! Мы живем не для дешевых спектаклей! Так ли мы живем только один раз, чтобы возвеличить имя Господа в этой земле? Халлалюя! Мы совершенно прекрасно даем отчет, что однажды мы встретимся с Богом, который дал нам эту землю, и Он спросит нас, а что вы, дорогие, делали на этой земле, которую я дал вам? А мы Ему будем отвечать! А мы всю жизнь дискутировали, а правда ли ты дал нам или нет? И Он всем лукавым, ленивым, трусливым, слабым скажет, выбросьте их во тьму внешнюю! Лукавые, ленивые рабы! Столько людей шли ват! Столько людей жили в проклятии! Столько людей томились в темнице! Столько людей дьявол калечил! А вы рассуждали! Вы не верили моему слову! Вы пренебрегли моим словом! И поэтому вы будете отвечать за это! Господи, раб, который знал волю господина и не выполнил! Он будет бит много! Дорогие, зачем нам себе подписывать смертный приговор? Мы здесь не для того, чтобы слушать людей! Мы здесь для того, чтобы слышать голос Паши! Я не знаю, как вы, но по крайней мере, я хочу оказаться добрым и верным рабом, чтобы встретиться с Ним и сказать, Господи, все, что я мог делать, все, что я мог делать, все, что было в моей силах, все, что было в моей компетенции, Господь, ты видел! Я проповедовал каждый день! Я пророчествовал этой земле! Я молился за больных! Я восхищал дерьможам и князьям! Это твоя земля! Твое слово! Слышала эта земля! Аллилуйя! Я хочу быть добрым и верным рабом! Я хотел бы, чтобы этот дух пришел к тебе сегодня! Чтобы ты мыслил, как Бог! Чтобы ты оставил чванство! Чтобы ты забыл свои полячки! Чтобы ты начал думать о стране! О земле! Которая ждет сегодня! С тобой благовестников! Благовестующих мир! Новое поколение! Ты здесь! Чтобы взять эту землю! Аллилуйя! Бог это говорит! Диус то сака! Я даю вам! Какая честь! Какая привилегия! Никому такого слова не звучало! Как цитам борща! Как Диа бэрниям! И дальше! Никто! Не венц! Не устает перед тобой! Неставися твое премище! Воседни жизни твое! И как я был с Майсей! Как я был с Майсей! Так буду я из тобой! Та я саре бувшу ар тебе! Не отступлю тебя! И не оставлю тебя! И не оставлю тебя! Нет! Нет! Господь не собирается делать из нас супермена! Неуязвимых и неуязвимых мстителей! Но Господь говорит! Что ваша авторитет! Будет благодаря моему присутствию! Среди вас! Как я был с Майсей! Так я буду с вами! И никто не устоит! Ты понимаешь? Господь берется за всех врагов пробуждения! И все, кто сегодня что-то мыслили! Они мыслили! Да Господь, сколько уже этих людей! И вообще ушли с арены! Которые враждовали! Которые писали законы! Которые говорят! Мы запретили вас! Да Боже мой! Много их было! Где они сегодня? Их власть рушится! И Господь говорит! Я берусь! За то, чтобы на вашем пути сокрушить все баррикады! Никто! Ты понимаешь? Не сказав, что здесь почти никто! Исключая какие-то серьезные организации! КГБ! Или там какой-нибудь еще фронт! Левый, правый! Или национализм! Или фашизм! Никто! Из коммунистов! Никто из КГБшников! Никто из национального фронта! Никто из религиозных вождей! Никто не может устоять! Против народа Пашева! Которого Бога справа! И помазал для этой великой славы! Прославь его! Бог на твоей стороне! Аллилуйя! Наш Бог — это самый сильный Бог! Наш Бог всех богов! Крикни, никто! 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 Не сможет! Не сможет! Устоять передо мной! Устоять передо мной! Если Бог за нас! Если Бог за нас! Кто против нас! Кто против нас! Аллилуйя! 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 Никто! Не устоит! Перед тобою! Во все дни жизни твоей! Не правда ли прекрасная судьба! Не правда ли чудесная жизнь! Жизнь в победе! Жизнь во славе Божьей! Жизнь полная приключений! И великой победы с неба! Во все дни жизни твоей! Ты будешь видеть руку мою! Ты будешь видеть ангелов моих! Ты будешь видеть чудеса и знамения! Ты будешь видеть то! Чего ты никогда в жизни не видел! О Боже мой! Да будет так! Аллилуйя! Не отступлю от тебя! И не оставлю тебя! Другими словами! Бог как бы убеждает! Не бойся! Не бойся! Не стыдись! Благовествование Христово! Не стыдись говорить, что это твоя земля! Не стыдись говорить о церкви в каждом городе Латвии! Не стыдись говорить о христианских школах! Не стыдись говорить о христианском телевидении! Не стыдись говорить о всеобщем покаянии перед Иисусом! Не стыдись говорить о христианском правительстве! Это реально! Это реально! Во все дни жизни Бог будет с нами, это не наша затея, это не наша фантазия, это не наша программа. Если бы эта церковь была человеком, от нее бы давным-давно ничего не осталось. Люди поумнее враждовались с нами, люди побогаче стояли на нашей дороге, люди поважнее враждовались с тобою, со мною, они проиграли, они проиграют, и они будут проигрывать. Воздай славу Ему! Аллилуйя! Аллилуйя! Какая судьба! Аллилуйя! О, Господь, я трепещу перед тобой! О, какая слава! О, эта земля будет содрогаться! О, люди будут кричать! Они будут бежать толпой в дом Божий, над которым будет огненный всполокий! По всей земле будет пожар! Бог покроет эту землю славой свалением! Люди будут исцеляться, входя в это помещение! Задолго до начала служения! Бесы будут выскакивать! Больные будут исцеляться! Небеса будут проливаться дождем! Тысячи людей будут каяться! Аллилуйя! Аллилуйя! Какая грандиозная судьба! Аллилуйя! Будь твердым, мужественным! Ибо ты народу всему передаш во владение землю, которую я крялся отцам, дать им! Итак, Господь здесь повелевает быть твердым и мужественным! Дорогой мой, это то, чего нам так не хватает! Д делает! Мэз грозда склонны! Мэз грозда склонны! Клейку мысльны! УЗ Вегу пратийбу! Мэз грозда склонны! Мэз грозда склонны! Уз компромиссам! Но Господь говорит твердости! Гиз к нам сака стингромс! Твердости! Стивромс! Пайми, когда твердый дух, Тогда мягкая сердце! Тад мигста сердца! Полная любви! Пилна мільствия! Костюмонародов! Пред все стаюды! Чувствительная к Богу! Жутыгумская к богу! и широкая для всех людей. Если сердце твердое, то дух слабый, дух рыхлый, который сразу же гаснет, когда приходят испытания. Бог говорит, будь твердым. Быть твердым это не сверхъестественная задача. Это задача естественная. Это то, что доступно тебе и мне. Это то, что под силу каждому человеку. Если бы человек сам не мог утверждать себя, Бог бы никогда ему не заповедовал. Дорогой, в твоей слабости повинен ты сам лично. Точно так же, как и в твердости сердца, в твердости служения, в твердости характера играет роль человеческий фактор. Будь тверд и мужественным. Не обязательно, чтобы отец твой был мужественным. И ты говоришь, что это по династии. Мужество переходит из рода в род. Мужество это акт воли. Я могу быть мужественным, а я могу быть слабым. Я смогу стоять. А я могу лечь. Я могу встать в три часа ночи. А могу проспать. Я могу пойти на три дня в пост. А могу уступить требованиям своей плоти. Я могу поставить перед собой цель, молиться. А я могу убрать это все. Все в нашей воде. Опуститесь с облаков на землю, дамы и господа. Хватит ждать у моря погоды. Освободитесь от религиозной мистики. Будь тверд. Будь силен. Не надо ангелов. Будь ты тверд. Будь ты мужественным. Это то, что доступно каждому из нас. Аминь. Прими решение в этот вечер. Прими решение, скажи, Бах! Мне надоела моя мягкотелость, моя компромиссность. Мне надоело отступление и поражение. Я примем мое решение. Будь твердым. Будь мужественным. Будь твердовенным. Будь категоричным. Проповедовать Евангелие. Войти в полноту призвания. И запракт эту землю. Войме Иисус Христо. Халлелуйя. Будь тверд и мужественным. Будь тверд и мужественным. Народус ему ты передашь во владение земли. Которую я клялся от саму дачи. Только будь тверд и очень мужественным. Второй раз, Господи. Как бы подтверждает. Что без этого качества. Без этих качеств. Ты не сможешь взять эту землю. Будь твердым и мужественным. Поймите, без сильных личностей. Страна рушится. Если нет сильной личности в политике. Она вся деморализована. Она вся коррумпирована. И там нет закона. Там сплошное беззаконие. Если нет сильной личности. В правосудии. В юриспруденции. Все куплены. Все проданы. Слабые люди. Они покупаются. Они продаются. Они разрушают страну. Везде или нет. Если во главе церкви. Ставят слабые люди. Компромиссные. Отступники. Они разрушают церкви. Ты понимаешь или нет. Быть слабым или сильным. Это значит говорить о судьбе церкви. Это говорит не только о сегодняшнем дне. Это говорит о завтрашнем дне. Слабые лидеры. Они разрушат церковь. Так же, как старое поколение. Которое стояло на берегу Ярдана. И стоял выбор. Весь народ ждал. Так что там? На том берегу. Пойдем или нет? 12 человек пришли. 10 из них. Были слабые. Они дрогнули. Там великаны. Там земля поглощает людей. И они распускали худую молву. Ты понимаешь, что делают слабые люди? Они разрушают веру. Они приводят в робость сердца льдей. Они убивают оптимизм. Они убивают радость. Они разрушают Божью программу. Они раздражают гость. И в конце концов, они вымирают как мамонти. Они остаются в пустыне. Но я благодарю Бога, что среди этих отступников, среди этих компромиссных людей, полных страха, бунта и непослушания, были люди, в которых был иной дух. Это был халяв. Это был Иисус Навин, которого Бог сделал ставку. Если во главе церкви будут слабые компромиссы, они разрушат церковь. Так как сегодня слабые политики разрушили нашу страну. Так как сегодня слабые бизнесмены, они разрушают экономику. Потому что они легко поддаются искушениям. И они служат источником проклятия. Я не хочу быть источником проклятия. Я хочу быть источником благословения. Я хочу, чтобы Бог поднимался. Прими этот вызов сегодня. Прими решение. Будь сильной личностью. Побеждающей наследующей. Тот, кто побеждает, он войдет в эту землю. Тот, кто побеждает, он войдет в Иордан. Кто побеждает, тот придет в реальное процветание. Кто побеждает, тот придет в новую Латвию. Стань побеждающей. Праведник смел, как нет. Халлелюя. Будь тверд. И будь очень мужественным. Халлелюя. Бог дает силу. Он тебя и меня убеждает. Я с тобой. Я с тобой. Я с тобой. Ты не один. Ты не брошен. Я держу тебя за правую руку. Как тебя еще убеждать? Чем тебе это еще доказывают? Я спас тебя. Я защищал тебя. Я исцелял тебя. Я крестил тебя. Я до сего времени хранил тебя. Неужели этого недостаточно, чтобы однажды освободиться от своей слабости? Все, хватит. Буду служить тебе. По большому счету. Из номинального христианства я перехожу в радикальное. Халлелюя. Потому что наш Бог сильный. Бог убеждает. Мне нужны сильные личности. Мне нужны сильные постановки. Мне нужны сильные прославляющие. Мне нужны сильные бизнесмены. Мне нужны сильные люди, с которыми я сделаю великое пробуждение. Стань этим сильным. Это в твоей власти. Это в твоей силе. Да не отходится я книга закона. От уст твоих. Но поучайся в ней день и ночь. Дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда будешь успешен. В путях твоих. И будешь поступать благоразумно. Источники нашей силы. Это Слово Божье. Это Личное Божье присутствие. Это знание своей судьбы. Это знание своего призвания. Это послушание. В нашем послушании есть великая сила. Аминь. Великие дела надо совершать не раздумывая, чтобы мысль об опасности не ослабила твое мужество и героизм. Так выразился однажды Юлий Цезарь. Дорогие, когда ты слишком долг рассуждаешь идти или не идти придет эта мысль от дьявола. Придется мне придет эта преступная предательская мысль и остановит тебя. Дорогой, как только ты принял от Господа повеление, иди в твоем послушании будет успех. Сила наша не в нашем бунте, не в нашем философских рассуждениях. Наша сила в нашем послушании. Когда ты послушен на твое послушание, Дух Святой проливается, чудеса совершаются, знамения совершаются, ангелы приходят, смерть проходит мимо. О, это море расступается, фарон погибает, солнце над головном стоит, камни с неба сыпятся на твоих врагов. В послушании великая слава, великая сила, в послушании ты выразишь свою твердость, ты выразишь свое мужество, ты выразишь свою любовь к Богу. Будь тверд и мужественным, это значит, будь послушен. Халлелюй, да не отходится я книга закона от уст твоих. Дорогие мои, не про себя, но вслух ты должен день и ночь. Да не отходится я книга закона от уст твоих, но получается в ней день и ночь. Разбуди тебя в два часа ночи. Ты должен встать и сказать, кто ты во Христе Иисусе, что ты здесь делаешь и для чего хлеб кушаешь и вообще зачем дышишь. Ты должен знать свое призвание. Халлелюя. Скочил и сказал 300 ячеек, 400 ячеек, халлелюя. Переполненное здание. Пробуждение. Пробуждение. Халлелюя. Давайте откроем второе Петра. Давайте откроем второе Петра. быть твердым и быть мужественным. Это так необходимо. Дорогой мой, ну, ты понимаешь, что сейчас такое время, когда один килограмм послушания будет ценнее одной тонны молитвы. Понимаешь или нет? Можешь всю жизнь промолиться, можешь всю жизнь пропаститься и быть бунтарем. Пойми один килограмм послушания. Он может изменить твою жизнь. Жизнь церкви, жизнь страны. Господи, как ему нужны эти люди. Твердые мужественные, которые пойдут против течения, которые не убоятся и не устрашатся львов, которые не устрашатся этой печи, которые прославят своего великого Бога. Бог, дай мужество. Сделай на способ сделать это. Аллелуйя. Итак, 2 Петра, 1 глава. 2 Петра, 1 глава. Здесь Петр говорит кое-что о своем призвании. Поэтому, брать, более и более, стараясь здесь сделать твердым ваше звание избранным. Так поступаем. Никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход, вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вы понимаете? Иметь звание это полдела. Но сделать его твердым и непоколебенным это совершенно другие вещи. ты понимаешь? Звание, призвание, служение, пастырская позиция, лидерская позиция, позиция во Христе Иисусе. Она может быть номинальной, она может быть предполагаемой, она может быть слабой, но она может быть утвержденной. Ты понимаешь или нет? Будь твердым, можешь делать твердым свое звание и избрание. Ты понимаешь? Только укорененные в Боге, мужи и жены Божьи, которые утверждают каждый день свое звание, они войдут в Царство Божие, которое суть праведность, мир и святость во Святом Духе. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Понимаешь или нет? Более того, Царство Божие, которое в силе нас в силу в область высоких энергий ведет ежедневное утверждение своего призвания. Вы знаете, Бог не доверит даров, Бог не доверит великих чудес, Бог не доверит огромной энергии для хлюпиков, для слабых, соблазняющихся и вечно ропщущих христиан, для этих людей вход закрыт, так как Бог на этом берегу сказал, клянусь святости моей, никто из этих бунтарей, никто из этих ропотников, никто из этих людей неблагодарных, которые все оглядываются в не кипят, клянусь, они не войдут в обетованную землю. Дверь в царство божье я им наглухо закрою и всем ангелам запрещу повелю стоять строго, чтобы ни один из них не просочился. Ты понимаешь, кто входит в царство божье, кто входит в обетованную землю, кто входит в эту область высоких энергий, творящих чудеса, не так много. Туда входит побеждающий, побеждающий будет наследовать саму. Ты понимаешь, и дальше, ибо так откроется свободный вход. Ты сегодня смотришь, читаешь книгу о Смите Виге в Смите Виге в Смите Виге Господь, он мертвый в воскресе. А тому безногому мужику он сказал, иди покупай башмаки. И тот пошел утром, купил туфли, засунул туда эти культушки свои, когда малыш ноги выросли, читаешь как сказку. Жена умерла, он ее вернул назад. И говорит, почему без моего спроса ушла? Мы читаем как сказку. Благодаря этого человека был открыт свободный вход в царство Господа нашего Иисуса Христа. Почему? Он каждый день делал твердым свое звание, избрание. А ты сегодня лежишь на диване, сегодня на одного поливаешь, но второго периодически исполняешься духом, с ним раз в полгода. И говоришь, как даже пробуждение придет, никогда не придет. Никогда не придет. Оно придет победителем, который каждый день, каждый день, Божий, халлилуйя, халлилуйя, Господь, я люблю тебя. Я буду как пастырь делать все 24 часа в сутки на своем огороде. У меня не будет ни одного пледа, в моем сердце, не будет никаких амбиций. Я буду служить тебе. Все мое сердце для тебя. О, Господь, горе и чудеса. Дорогие, вот этим людям откроется свободный доступ в Царство Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Рыхлым, слабым, компромиссным, ленивым людям ничего не откроется. Ничего не откроется. Господь, мы хотим Божий, помоги нам каждый день утверждать, утверждать, утверждать свое звание и избрание. Каким же образом Откройте, пожалуйста, Евреям Откройте, пожалуйста, послание к Евреям Четвертая глава Евреям Четвертая глава Как же делать твердым? Господь, мы хотим свободно входить. Двенадцатый стих Ибо Слово Божье живое действие без треи меча бы и до острова. Оно проникает до разделения души и духа со стаусом мозгов. Судит помышления и намерения сердечки и нет твари сокровенные от него. Но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Да не отходится я книга закона. Пусть эта книга закона. Она проникает в глубину нашего сердца. Пусть она отделяет душевное от духовного. Пусть это слово судит помышления и намерения сердечные. Пусть чистые сердца увидят Господа. Пусть в этом чистом сердце совершится слава Божья. И Бог сядет на Своем престоле. И так имея первосвященника великого пришедшего небеса Иисуса Сына Божия будем твердо посмотрите через всю Библию Господь говорит о твердости о мужестве о силе Аминь Бог говорит Моисею будь тверд и мужестве Бог говорит Иисусу Навину будь тверд и мужестве Петр говорит ставите твердым в Своем звании избрания Апостол Павел говорит и так будем твердо держаться из поведания упования нашего Дорогой понимаешь сердцем герою устами исповедую исповедуй утверждай свою позицию утверждай что Бог велик утверждай что дьявол побежден утверждай что твоя жизнь для поражения утверждай что дух господина тебя утверждай власть Господа и уклонно держись исповедания упования твоего понимаешь слово утверждает позицию в начале было слово и все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть будем твердо держаться исповедания нашего знаешь исповедание может быть твердым исповедание может быть слабым исповедание вообще может не быть понимаешь или нет Ты должен терзновенно наш говорить, я победитель из глубины сердца. Ты можешь сказать, я победитель, а ты можешь про себя сказать, я победитель. Все зависит от того, как ты исполняешь, Бог хочет, чтобы ты был твердым. Если ты молился против беса, чтобы ты приказывал, как власть имеющий. Ты муж сильный и выступай с позиции силы. Они с позиции бедного родственника. Будет, не будет, получится, не получится. Ты Божий сын. Твоей силой я спасу Израиля. Твоими руками я буду творить чудеса. Твоими устами я буду пророчествовать этим городам. Дорогой, пусть будет твердость. Терпеть не могу размазанных, медузообразных христиан. Не поймешь, проповедует, верит он в свои проповеди или нет. Рисуется он или развлекает людей. Не поймешь, чем он занимается. Будь огненным проповедником. Говори слово Божье. Неукоризненно. Забивайте гвозди. Серза людей. Чтобы твоя проповедь обязывала людей к чему-то. Чтобы она хрестала по щекам беззаконников. Чтобы она взрывала веру праведника. Чтобы помазание сходило на слушающих. Утверждай свое звание. И держись твердо. 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 Своего исповедания. Аминь. Освободись, пожалуйста. От своей душевности. Стань диким. Стань крутым в Духе Святом. Стань огнем. Стань дирзновем. Халлилуйя. Потому что Бог наш сильный. И праведник он всегда будет смелый. Как лев. Ибо мы имеем не такого первосвященника. Который не может сострадать нам. В немощах наши. Но который подобно нам. Искужом был во всем, кроме греха. Да приступаем с дирзновением. При столу благодати. Ты понимаешь или нет? То твердо держись из поведания. То с дирзновением приступает к при столу благодати. Вы понимаете, что Библия делает с нами. Она воспитывает в нас. Высокий дух. Огненную веру. Дирзновение. Мужество. Наступательный характер. Реваншизм. Аминь. И когда ты молишься, молись дирзновением. Дирзновение это акт воли. Это не есть продукт настроения. Я хочу прорваться. Я прорвусь. Я урву свое. И я. Мне никто не помешает. Исцелиться. Мне никто не помешает. Состояться как служитель. Я буду твердым. Я буду мужественным. Я буду стерзновением приходить к пристолу. Я не буду длимать. И молиться религиозными молитвами. Господь. Шин де брунды. Я буду молиться в огне. Я буду кричать Богу. Чтоб стены дрожали. Чтоб земля треслась. Чтоб небеса просыпались. Чтоб дьяволу была шарка на этой земле. Закричи ему славу. Халлилуйя. Халлилуйя. С дерзновением. Да приступаем с дерзновением. К престолу благодати. Чтобы получить милость. И обрести благодать на благовременную помощь. Кому принадлежит милость. Кому принадлежит помощь. Кому принадлежит слава. Кому принадлежит обитованная земля. Тем твердым, мужественным, утвержденным в своем призвании. С дерзновенным, активным, динамичным, радикальным христианом. Халлилуйя. Когда ты делаешь твердым свое звание и избрание. Тогда открывается свободный доступ в Царство Господа нашего Иисуса Христа. Многие из нас сегодня недалеко от Царства Божьего. Была такая фраза в Устах Иисуса. Видел он таких людей, которые вроде симпатизируют христианам. Которые как-то возмущаются против беззакония. Ни рыбы, ни мяса. Толпятся возле порога. Нет дерзновения. Есть только рассуждения. Устами приближаются ко мне. Сердце далеко стоит от меня. Недалеко от Царства Божьего. Всю жизнь можно прожить. Недалеко от Царства Божьего. Но, дорогие, нас это не устраивает. Это для нас слишком мало. Смотреть, как кто-то входит. Читать книжки. Смотреть видео. Передавать конференции. И рассказывать, какие чудеса на западе, на востоке, на севере или юге дорогие. Пусть Царство Божьего ворвется в нашу жизнь. Халлелуя. Господи, гряди. Мы хотим видеть славу Твоему. Мы хотим взять эту землю. Мы будем твердыми и мужественными. И мы отвоюем ее, у дьявола. Халлелуя. Халлелуя. Итак, что значит? Что значит утверждать свое звание? Это значит исповедовать. Это значит стерзновение молиться. Это значит, как власть имеющий пророчествовать городам. И утверждать свою позицию во Христе Иисусе. Аминь. Итак, дорогие, давайте откроем сейчас Деяние 13. Господи, 13 число. Какое приятно. Все его боятся. Американцы боятся. Дьявол боятся. Мы не боимся. В этой 13 главе. Ух, по самым... По большому счету Дьявол получил в этой главе. Давайте немножко посмотрим. Знаете, программа Первоапостольской Церкви это та же самая программа нового поколения. Так же, как Господь говорил с Усунавом. Идите. И овладевайте этой силой город за городом. Ибо Я даю вам. И у вас есть иной дух. И у вас есть судьба. Так же и Христос. Он сказал мне отлучайтесь с Иерусалима пока не получите иной дух. Что в Иудеях, Фарисеях, Садукеях и так далее. И когда вы получите этот иной дух Дух Святой когда вы будете захватывать Иерусалим, Иудею, Самарию и даже до края земли вы захватите эти города. И самое главное будьте твердыми. И самое главное будьте мужественными. Ибо Я с вами во все дни до скончания века. Не правда ли чудесная диалектика? Не правда ли прямо в одной тональности все заповеди Верхового и Нового Завета? Господи! Ты на нас сегодня делаешь ставку. Новое поколение оцени это. И скажи спасибо тебе, Господи. Аллилуйя! Скажи, мы возьмем! Возьмем эту землю! Потому что иной дух в нас. Потому что иной дух в нас. Не религиозный! Святой Дух живет в нас. И посмотри, что он говорит, выпрямите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы понимаете или нет, что если ты Духа Святого имеешь, все, у тебя нет никакого оправдания, что ты слабый. Понимаешь? Если у тебя стоит машина в гараже, а ты пешком ходишь, берешь мозоли натер, это значит, что у тебя в мозгах мозоли. Значит, ты должен пользоваться тем, что у тебя в гараже. В тебе Дух Святой, а ты все с бесами вошкаешься. Столько разбираешься с ними. Беседуешь, как с любимыми детьми. До каких пор это может продолжаться? Духоманы, опускайтесь на землю! Занимайтесь Духом Святым! Вы уже приняли силу, потому что Дух Святой на вас. Крещеные Духом Святым! Ну-ка поднимите руки! А ну-ка на языках поговорите! Аллилуйя! Так все, дорогие мои! Ты уже гидроэлектростанция! Нет, не гидроэлектростанция! Ты атомная аэлектростанция! Ты понимаешь, что Дух Святой, когда расщепляется, атом выделяется колоссальная энергия. Дух Святой он как раз призвал к тому, чтобы каждое бетование Божие на каждую деятельность отцовало ему. Помоздание его освобождать. А с вами отбрил. Ты понимаешь, что у тебя есть сила? Ты вирь, спакс. Я тебя убедил или нет, если пара лейтеная войны, то у меня есть сила. Такиманель спакс. Много силы. Даут спака. Очень много силы. Млеты даут спака. Очень опасный потенциал силы. Для языческой Латвии. Вау! Итак, тринадцатая глава. Тринадцатая серия. Тринадцатая серия. Дея апостолов. А ниже. Речь идет о Павле. Тебе нравится пробовать сегодня? Ты потык? Мне тоже потык. А ниже, проходя до Пергии, прибыли в Антиохию, в Писедиску, и вошедшие в синагогу в день субботник, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им, мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите, с чего начинается пробуждение? Убедиться, кто я, что я имею, свое призвание, и знать, что это земля моя. Мы уходим как прохожие. Мы уходим сначала как, ну, как бы вам сказать, гости, как туристы и эмигранты или как угодно. И мы приходим и медленно вторгаемся на территорию противника. Сидим и слушаем то, что веками уже говорилось, говорилось, поговорилось, но то, что это говорилось, говорилось, ничего не меняло, не меняло, не меняло. Понимаете, есть такая говорильня религиозная, которая в жизни абсолютно ничего не меняет. И только потому, что наступает кризис власти. Только потому, что наступает именно этот самый, можно сказать, перелом духовных процессов, Господь посылает на мое поколение. И входят эти ребята, они сидят слушают, половина почти спят, потому что каждый день одно и то. Потому что, какая трудная жизнь, это спать? Зайти в любую религиозную церковь. И там, ладно, если на понятном языке. Ладно, а там еще, когда начинают говорить на вымерших языках, всем вымерших духовно людям, в каких-то вымерших совершенно зданиях, но такая вымершая церковь, раздуреть можно, да еще воздух портят. Вот это меня больше всего раздражает. Еще говорят, экологически чистая церковь. Какая там она? И вот они просидели, и потом смотрят два мужика, они не похожи ни на кого. Ты понимаешь, когда ты в Духе Святом? Ты ни на кого не похож. Ты на себя похож. Глаза другие. Улыбка хитрая. И чувствуешь, что-то там кроется. Понимаете, если бы они были такие же религиозные, как они все, их никто не заметил. Мало ли там прихожане, ухожане, лишних два, лишних три, а эти сидят на стрёме и чувствуют. Знаете, как боксеры передринутся? Вроде халат наброшенный, а через этот халат такие мускулы просвечиваются. Не просто мужики, а какие-то божьи может быть. Если вмочат, мало не покажутся. Но ведь не зря он говорит, вы сильный. Муж сильный. Конечно силь. И прежде всего сильный в слове. Ты здесь или нет? Если ты не будешь сильным в слове, ты никогда не будешь сильным в духе. Потому что вначале было слово. И вот они сидели, как-то странно улыбались, и, короче, засветились. На них вышли. Мужи братья, у вас есть слово наставление к народу? Говорите. Павел. Павелс. Опытный. Ну, только что. Петербург. Петербург. Дал знак рукой. И начал. От самой древней истории от Египта и вплоть до Иисуса Христа пошел. И рей сидели. Не успевали. Валька гладко. Все так классно говорит. Вы знаете, есть историки. Они такие, знаете, педанты. Все события. Смотрите, как коротко. Жадный исторический ракурс по всей истории Израиля. В общем, Египет. Ханан. Самуил. Потом Давид. Потом по окончанию поприща Ян пришел. Потом Христос пришел. Потом его убили. Потом он воскрес. И все смотрят. Вау! Этот парень дальше пошел. Тора уже закончилась. А он Торатори дальше. Представляете себе? Он не заканчивает. У него уже вторая Тора. И все смотрят. Вау! Торатори. Посмотри, куда он пошел. И смотрят уже. И воскресный Христос. И уже на небо пошел. А потом уже им там дал помазание. Все смотрят. Вот это мы не проходили. Это нам не задавали. Я уверен, он так говорил. Что никто не заснул. Никто в носу не ковырялся. Никто мух не ловил. И дальше. А он говорил так. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное пророком. Смотрите презрители. Подивитесь и исчезните. Он не читал, но изусть это все знал. Ибо я делаю дело вот не ваше. Дело, которому не поверили бы вы. Если бы кто рассказывал вам. Вот и все. Слово наставления закончилось. Из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Представьте себе, они и так говорили. Совершенно не похожи как у тех учителей, которые эти говорили вот так. Они были твердые, они в мужестве. Они ходили, за ними следили. Язычники это наши земляки. Понимаете, мы же здесь несколько есть еврейских язычников, язычествующих евреев. Короче, они ассимилировали уже здесь. Это уже нечистые. Но во всяком случае, вот такие, как мы с вами были. Представляете себе, и они обступили Павла. Я говорю, слушай, никто так не говорит. Мы вроде не поняли все, но в сердце что-то такое отозвалось. Говори еще раз в следующий раз то же самое. Представляете себе, им так это понравилось. История. Они были, наверное, научные работники, библиографы, историки, археологи, не знаю кто. Ох, классный доклад. Давайте в следующий раз то же самое еще. Знаете, что такое? Это план Божий. Захватывать землю надо от малого к большому. С чего все началось. Началось в синагоге. Как захватывается земля. В синагоге. И вот он так говорил. Это есть влияние. Он оставил глубокое впечатление. И все язычки. Слава Богу, что поганые, они не поганые. Они хорошие. Лицо у нас, но доброе внутри. У них хороший дух. Они реагируют на слово Божье. И они тянутся к Слову Божьему. И они, в общем, уговорили, апостол Павел, давай на следующий субботу приходи еще раз. Понимаете, что такое взять землю? Земля нам сто лет не нужна. Нам нужны те, кто на этой земле живет. Понимаете? Леса, луга, коровы. Это все Господь приложит. Но самое главное, нам нужны люди. Скажи, люди. Вот наша цель. И мы воюем за сознание людей. Мы пленяем всякое помышление в послушание Христу. Если мы пленили их мышление, мы захватили землю. Аминь. Аминь. И мы ничем другим не пленим, как мы пленим. Словом Божьим. Представьте себе, как это это неделя пролетело как мгновение. Молва разошлась по всему городу. Такие люди. Такая проповедь была. И что каждую субботу будет читать? Они и так читают. А что два и то же. Продави это проект. Не, не, не. Придем послушаем. А начинает шкариться. Любопытство. И вот послушаем, что дальше. И... 44. В следующую субботу Ты понимаешь? Писание говорит, Вот так откроется вам свободный доступ в Царство Господа нашего Иисуса Христа. Когда человек утвержден в силу призвания, Царство Божие открывается. В 13 Матфея говорится, Царство Божие подобное неводом, которые заброшены в море, и там рыбы в огромном количестве. Войти в Царство Божие это войти в евангелизацию. Понимаете? Утвержденный человек в Царстве Божьем он легко входит в евангелизацию. Тысячи людей, сотни тысяч людей. У него всегда есть слово и для синагоги, и для толпы, и для форисеев, и даже для Кесаря. Вот что такое сильный человек. Вот такой утвержденный человек. И посмотри. Через неделю Малвара слетел и люди шли толпами, пачками. И смотри, 4-й, 40-й, в следующую субботу почти весь город скажи, весь город. Ты понимаешь, что такое взять город, начать синагоги? Аллилуйя. Это значит так человека зацепить, что он рад был сбежать. Это не может быть нивер. Это как наркоманов на его усадь. Так и ты должен своих слушателей. Слово Божие. И они твоя жертва. Аминь. Аминь. Почти весь город собрался слушать Слово Божие. Как тебе понравится? Весь город собрался слушать Слово Божие. Дорогими, вот влияние. Вот что такое утвержденное позиции. Вот что такое сильное личность. Ну, здесь уже не для синагоги. Здесь уже началась такая крупная евангелизация. Но иудеи. Сделаем запятую. Здесь история повторяется. Бог сказал Иисусу Навину. Когда войдете в обитовую землю, там будут народы, которые вы должны изгнать. И потом жить там. И для первоапостольской церкви эти народы всегда мешали. Потому что если вы их не уберете, то эти иудеи не знают. Они будут терном для глаз, шипами для тела, в общем, бичом для роббов ваших. Эти иудеи, посмотрите, поганые, они вроде добрые оказались. А эти добрые, свои, погаными оказались. Посмотрите, целый народ, целый город собрал, и все слушают. Павел проповедовал Иисусу, что он прощает грехи, исцеляет. Господи, там такая слава. А эти, иудеи, увидевшие народ, посмотри, это не просто так. Они увидели то, на что они веками претендовали. А они увидели то, над чем им казалось, они имеют власть. Народ. Знаешь, что за народ идет война? Любая парня, хочет иметь народ. Коммунисты хотят господствовать над народом. Националисты, хотят использовать народ. Дьявол хочет использовать народ. И Бог хочет использовать народ. Но у людей не хватает влияния. Не хватает силы убежденности. Обещаниям уже никто не верит. И религиозники своими чтениями субботными они не могли удержать этого народа. Они никогда в жизни не собирались столько людей. Господи, сколько там ходят туда? А здесь эти мужики пришли за неделю они на уши поставили все население. Вы представляете себе или нет? И не увидевший народ у них что-то стало происходить. Начались турбулентные процессы. И посмотри. Исполнившись завистью. Вот где собака кроется. Господи, до чего ж все примитивно? До чего ж все банально? Секвесир банал. Каин Авеля завидают. Каин сам сказал Абелин. Саул завидают. Саул сам сказал Абелин. Иудеи завидают. Юды, я сказал Абелин. Понимаете? И собрати. Они не могли владеть этим народом. Кто-то пришел и прямо под носом устроили такую вангелизацию. Увидевший народ исполнили зависть. И противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Приставляете себе? Здесь идет пропасть. Все слушают. Иудеи приходят. Зависть, а зависть они не говорят. Начинают противоречить. Знаете, есть такой состав людей. Их медом не кормить. Любой вопрос, который не встал бы на повестке меда, он не утверждается без противоречий. А мне кажется, это не так. А лучше вот так сделать. Это не так. Знаете, кто противоречит? Тот, кто завидует. Зависть — это творческая лаборатория дьявола. И, как правило, в этой лаборатории рождаются гениальные противоречия. Это неправильно. И прославление не такое. И ячейки не такие. И учения не такие. И понятия не такие. И представления не такие. А когда человек противоречивый видит, что его противоречия — это как, знаете, ну, просто как пустой звук. Они начинают злиться от своего бессилия. Он не такой. Он вечно удастся. Я слушаю его. Что ты здесь привязался к нам? Вы слышали? Да он неправильно. Он вечно поразит. А ты кто? А кто это? Я правильно. А ты знаешь, если поразит. Ну тогда бы город забрал. Тогда бы город забрал. Ну на микрофон. Иди проповеду. Микрофон он и словно пил за твердым. Тебе-даш слушать тошно. А тебе воняет. Хоть и смерть. Иди отсюда. Идя отсюда. Идя отсюда. И четыре дня уже. Как смерть. Ты ходишь сюда. Ходишь сюда. Ходишь сюда. Ходишь сюда. И когда он видит, что... противоречия, не имеют результата, он переходит к следующему. Злословие. Ай, моська. Знать, она сильна. И начинается лай. Псы, которые сами не входят. И других, кто ходят. И дальше, слушайте, зависть рождает противоречия. Противоречия — это слабое оружие. Оно рождает, ну, знаете, такое уже обострённое, как грязь, злословие. А когда уже злословие, они просто физическим образом сопротивляются. Не ходите, не ходите, не ходите, не ходите. Они потом и побивать коньями его будем. Они готовы избивать в синагогах в своем бессилии. Я бы хотел обратиться к братьям и сестрам уже к нашим внутренним вопросам. Если в твоей церкви встречаются люди, или ты сам ощущаешь, что у тебя вот всегда этот противоречивый дух, вот ты слышишь проповедь. Известо того, чтобы принять его полностью в сердце, ты чувствуешь, что-то шевелится. Ух, это не так, это не так. Проверь мотивы твоих противоречий. Где-то там внутри кроется банальная, элементарная, примитивная зависть. И тебе кажется, что он одет не в тот костюм, что он, конечно же, не та прическа у него, конечно же, он не тот дом, домовые бессы, у него, конечно же, не та машина, автомобильные бессы, конечно, у него там имя он себе делает, конечно, он хочет себе сделать это, и у тебя внутри все это шевелится, потому что внутри кроется то, в чем ты никогда в жизни не признаешься. Ты будешь аргументировать противоречия своим уникальным мышлением, понимаешь? Все вот так ходят. Вот кто так ходит? Ты говоришь, почему все так не ходят, как я хожу? Потому что все нормальные. Аллилуйя! Амин! Так, дорогой мой, если ты чувствуешь, что уже этот процесс начался, ну как, выразился один вождь, процесс пошел, лучше вовремя остановить, потому что после твоих противоречий ты думаешь, что кому-то глаза откроешь на истину, что он человек жестокий, что он сей там, где не рассыпал, что он тебя использует для своей карьеры. Он просто скажет, уйди, я не понимаю, потому что он обрежет. Ты будешь чувствовать озлобление. Ты чувствуешь ожесточение. Ты унакс. Аптетельна. Почему Господь говорит, неожиданность кунг-ксатке. Не аптетельна. Когда слово Божье будет звучать, чтобы вы дальше не покатились по этой скользящей вниз, чтобы не стали злословить помазанников Божьих. И не говори, да что это у вас слушает? Оу-оу-оу-оу! И после этого бесы уведут тебя вообще в глубокую трясину, из которой выбраться будет уже невозможно. Вы здесь или нет? Писание говорит, берегитесь закваски фарисийской. Лучше вовремя этот процесс остановить, если ты чувствуешь, что ты как-то неравнодушен. Понимаете такую вещь? Сильный человек никогда не будет завидовать слабому. Понимаешь? Мы сегодня говорим о сильной личности. Слабый? Он всегда будет завидовать себя. Поэтому если ты чувствуешь, что тебя это вредит, и эта зависть тебе мешает жить, и другие мешают жить, значит ты слабый человек. Понимаешь? Сильный человек, он свободен. Он никогда не приписывает себе, что слабый человек. Он знает, почему он сильный, потому что Бог со мной. Поэтому даже когда его хвалят, или хают, или его признают, или не признают, и вообще об этом ни холодно, ни жарко. Он смотрит на них и говорит, лечиться надо. Вы просто не знаете меня. Ты говоришь, я плохой. Я хуже в сто раз, чем ты думаешь. Ты еще много не знаешь про меня. Узнал бы, вообще бы повесил. Так Господь дает тебе жизнь. И жизнь со сбытком. И жизнь вечную. Так что знаешь, мне все равно, это вообще достоинство, которое я имею. Это, в общем-то, не мои достоинства. Это Бог творит чудеса. Понимаете, Павел говорит, для меня вообще без разницы, что вы говорите. Брозовый памятник выливаете мне, или оловянный. Мне абсолютно все равно. Судья мне, Господь. Я вообще независим. Я знаю, Господа. Аминь. Так вот, они стали Павлу противоречить. И... Вау! Неправду он говорит. Он вас обманывает. Он еретик. Он говорит, что иконом не надо похороняться. Он говорит, что креститься не надо. Детей нельзя крестить. Это нарушает традицию. Вот где уж нужна твердость и терзнание. Не то, что сказать Ашеры. Уберите этого Попа. Или там Ксензай, или этого Иудея. Посмотри, когда потребуется экзамен на твердость и мужество. Не просто проповедовать толпе, которая лёгко плещет, принимает удачную жажду, а проповедовать вот этим жутким лицам. Представься, в чёрных одеждах. Свирепые. Полные бесов. Полные ненависти. Готовы тебя растерзать на кусочки. Стоять перед ними. И говорить им в лицо. Вот где нужна твердость. Вот где нужно мужество. Представь себе, патриарху, антхримандриту. Всем этим высшей элите. Стоять и пророчество. Смотри, о чем провалил. Тогда вот Павел Иварнава. С дерзновением сказали. Ты понимаешь, им нельзя говорить спокойно. С ними нельзя разговаривать по-нормальному. С ними нельзя шапотом говорить. Опять это настойчивое и упрямое слово дерзновение. Ты понимаешь, пока я тебя не заражу этим вирусом, я не успокоюсь. Хау! Принимай. Пеннингтон. Вирус Д. Вирус Д. Терзновение. Утрих стоященнадцать. Вирус М. Мужество. Вирус В. Вирщиб. Вирус С. Вирус С. Смелость. Дрожь. Дрожь. Вирус Н. П. Аминь. И посмотри, стоят попы, ксилзы, священники, трясут бородами. У них усы отклеились уже. Эти дела, кудряшки висят, трясутся. А он стоит, полный дерзновения, смотри, какая пропасть. Постараюсь это сказать. Не, не вот так. Не, вот так. Вам первым надлежало быть проповеданным Словом Божьим. Но как вы отвергаете его, и сами себя делаете недостойным в вечной жизни. Вы представляете себе обвинение? Вот где право надо говорить. Вы должны были делать то, что мы сейчас делаем. Вы должны проповедовать Иисуса Христа. Вы должны были пробуждать порочную совесть грешников. Но вы проданы. Вы коррумпированы. Вы все с прожженной совестью. Поэтому Бог поднял это поколение. Еще я должен вам заявить, господа присяжные, так как вы отвергаете Слово Божье, вы делаете себя лишенными спасения. Вы прямой дорогой, всей своей сворой, в черных одеждах идете в ад. Мы каждую субботу, диблийские чтения, вот с хором и топаете вам. Сказать правду в глаза может только твердый, мужественный и сильный человек. Слабый человек говорит, как бы чего ни вышло. А вдруг у них же власть, у них же деньги. А я человек маленький, мое племя бедное, я ничего не могу. Знаешь, даже собаки, и те чувствуют сильную и слабую личность. Тем более религиозные бесы. Ты понимаешь или нет? Если пес почувствовал, что ты боешься, он тебя за задницу схватит. Потом будешь стоять со служением. Но если у тебя есть сила, это противоядие против всех псов. Против всех вождей религиозных. Если ты сильный, ты сможешь на пса, он хвост поджимает. А потом отойдет на безопасную расстание. Герой вороны. Хвастливый. Собаки лают. А караван идет. Подари ему аплодисменты. Господь, слава тебе. Ну вот, мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедовал нам Господь. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли. Когда появляется в церкви сильная личность, что происходит с церковью. Язычники, слыша это. Вы представляете, они никогда в жизни таких проповедников Все сопли живали, усыпляли, пели религиозные колыбельные песни, говорили такие пресные проповеди, от которых тошнило. Ну а здесь так откровенно. Ну так припечатали. Ну просто прекрасно. Язычники просто пищали от радости. Смотри, слыша это, они радовались и прославляли Слово Божье. Понимаешь, что такое сильная личность? Это не та личность, которая себя преподносит. Какой я остроумный. Какой я смелый. Какой я талантливый. Какой я вообще обаятельный человек. Почему-то не Павла. Язычники стали прославлять. Павел умудрился так преподнести Слово Божье, что люди просто были в шоке. Такое Слово звучало, что они стали прославлять Слово. Господи, научи нас так проповедовать, чтобы нас не видно было, чтобы Слово ходило, чтобы Слово кричало, чтобы Слово добивало их. И радость приходила. Господи, Слово! Слово! А что такое Слово? Иисус. Есть Слово. Они все прославляли Иисуса. Сильные личности никогда себя не влюбляют. Они все дают предпочтение влюбиться в Иисуса. В Слово Божье. Аминь. Есть такая слабость у талантливых людей произвести такое впечатление, что все говорят, что это личность. Сильный человек. Ему легко уйти в сторону. Катерин Кульман. Катерин Кульман. Она говорит, я могу сесть сейчас, иду к святой будет работать. Я тысячами смертями умираю, когда я выхожу в Слово. Слово имидж. Слово имидж. Это никому не нужно. Аминь. Аминь. Бог взвесил Слово Своё. Привесил Слово. Привесил Слово. Слово имидж. И достоинство сильной личности. Слово. Что такое взять землю? Ты понимаешь, что такое взять землю? Это значит сначала в синагоге быть. Потом весь город соберется. А потом вся страна соберется. Вы здесь или нет? Вы хотите быть сильными личностями? Давайте мы встанем. Музыканты, ну-ка пройдите. Сыграйте что-то о сильных людях. О сильной церкви. Сыграйте что-то о сильном духе святом. Поднимай руки, исполняйся Духом Святым. И скажи Богу, я презираю слабость. Я презираю отступление. Я признаю Твою власть на Твою. Аллилуйя. Дух Господи на мне. И мы исполним волю Божью. Аллилуйя. Шиньдарараби.